24 апреля 2020 года блогер по имени Петр Баталов с канала «Всё нормально» выложил видеоролик о том, что Сбербанк арестовал его счета, а его близким угрожают расправой. Буквально за пару часов моя личка просто загудела от огромного количества сообщений с просьбой посмотреть видео и помочь Петру Баталову. К тому же почти сразу к этому подключились достаточно крупные оппозиционные блогеры, такие как Камикадзе Ди и Быть Или. Но очевидно не просто так, повторюсь, был куплен Сбербанк правительством. Простите, игнорировать эту ситуацию просто не мог. Итак, автор канала «Всё нормально» Пётр Баталов записал видеообращение. Если это видео станет последним на этом канале, то обязательно боритесь за свободу и всё будет хорошо. Пётр Баталов – это оппозиционный политический блогер. Ролики про Путина, про власть, про воровство и коррупцию. Многие россияне так сильно боятся коронавируса, искренне не понимая, что у нас с вами давным-давно царит собственный вирус. И тут вдруг раз – угрозы ареста банковских счетов, записки в дверях квартиры. И что самое страшное – это голосовые сообщения. Остановите антигосударственную деятельность. В противном случае ваши потери будут не только финансовыми. Безусловно, самое распространённое мнение сейчас – это то, что власти пытаются устранить неудобного для них оппозиционного блогера. И решили надавить на него и запугать, чтобы тот больше не снимал обличающие видеоролики. В любом случае, это очень резонансная история. Всё-таки политического блогера пытаются заткнуть. И все поголовно утверждают, что это делает именно власть. Ну вот поэтому я решил подключиться к этой теме и попытаться в ней досконально разобраться. И что самое главное, друзья – объективно разобраться. Для этого я не стал тут же кричать, что Путин плохой, власть уже в крае охренели и так далее. Я решил изучить данного человека. Что он делает на Ютубе? Какую точку зрения пропагандирует? Также я ему написал лично. Мы с ним списались. Он поотвечал на все мои вопросы. И вот теперь, друзья, я могу объективно и с доказательствами показать вам, что всё, что он говорит в своём видео – это полный наглый пиздёж и хайп. Начинаем. Я уверен, что вот именно сейчас, во время самоизоляции, люди сутками просиживают дома, не могут ходить на работу и задумываться о том, почему же, блин, они не владеют какой-нибудь профессией, которая бы им позволяла работать удалённо и зарабатывать на этом деньги. И я таких людей вообще не понимаю, ведь как раз именно сейчас есть огромное количество времени, чтобы изменить этот момент. Образовательный портал Geekbrains обучает востребованным IT и диджитал профессиям с нуля по направлениям. Дизайн, программирование, управление проектами, маркетинг, курсы для детей с 7 лет, интенсивы для опытных разработчиков. Но если ты ещё не определился, какая профессия подойдёт именно тебе, то срочно проходи бесплатный тест, который за 5 минут поможет понять, какая профессия будет для тебя в самый раз. К тому же после прохождения теста вам откроется доступ ко всем скидкам на курсы, а также на бесплатные интенсивы. На портале Geekbrains более тысячи бесплатных вебинаров для начала карьеры по любым направлениям. После обучения вам помогут найти работу и дадут сертификат с государственной лицензией о прохождении курса. Поэтому срочно прыгаем в описание и учимся новым профессиям. Итак, для начала я очень хочу хотя бы попытаться вам объяснить одну простую вещь. Я не на чьей стороне. Я не буду просто так топить за Петю Баталова лишь потому, что он выложил видео с очень, на мой взгляд, посредственными доказательствами. Точно так же я не буду просто так топить против власти и кричать «Караул угрожает оппозиционному блогеру вот совсем в крае борзели». Но, очевидно, не просто так, повторюсь, был куплен Сбербанк правительством. Что потом путинские псы из МВД или из ФСБ или из Росгвардии, неважно, вот подобным занимались в отношении оппозиционных блогеров. Правительство купило Сбербанк, чтобы был еще один инструмент по давлению против оппозиционных блогеров? Чего, блядь? Знаете, друзья, что меня в этой ситуации больше всего выписало? То, что человек выложил ролик на Ютубе, рассказал, что ему угрожают, не подкрепив некоторые очень важные утверждения доказательствами. Но зато нужно же сразу запилить ролики на огромную миллионную аудиторию с криками, что Путин и власть говно. Узнайте родителей этих ублюдков. Узнайте этих ублюдков. Переверните там все вверх дном. Но накажите! Накажите этих мразей! В жопу критическое мышление. Зачем подвергать сомнению слова Петра? Зачем проверять его факты? Можно же просто с закрытыми глазами во все это поверить. Но зато появляется лишний повод захерачить правительство. Не, ну че, удобно в принципе. Я не отрицаю, что властям есть что предъявлять. Есть за что ее не любить. И есть за что ее можно. И нужно жестко критиковать. Даже я, не политический блогер, последние пару роликов это делаю. Потому что, ну вот, просто невозможно, блядь, уже читать эти новые законы. Но тут-то вообще при чем, сука, власть? Как она связана с этим выпуском? С канала все нормально. При чем тут продажа Сбербанка? Может быть сначала хоть немного мозг включим и им воспользуемся? Если угрозы жизни и здоровью Пети реальны, то я только за. Я за то, чтобы придать этому максимальный резонанс и попытаться найти того, кто это сделал. Найти и наказать. Накажите этих мразей! Прошу прощения, друзья, за длительное вступление. Я не мог просто так этого вам не рассказать. Потому что весь этот бред уже просто невозможно смотреть. Но теперь к делу. Петр Баталов. Канал «Все нормально». Безусловно, это политический оппозиционный блогер. Критикует действующую власть. Разоблачает фейки ПТВ. Чиновников. И все в этом же духе. В любом случае, это его право высказывать собственную точку зрения. Если при этом не переходить на личности и оскорбления. Тут у меня лично вообще никаких претензий нет. Настоящее имя блогера Петр Олегович Иванушка. Это никакая не секретная информация. Петя сам об этом говорит в интервью вот здесь. Здравствуйте, меня зовут Иван Шин Петр. Затем то же самое говорит на сайте сид.ру. Он представляется как Петр Иванушка. Петр Иванушка в статье рассказывает, как он создавал проект ксениясобчак.ру. Это сайт, посвященный, ну вы уже поняли, кому. Это в принципе не особо важно. Давайте уже переходить к самому главному. Это разбор видеоролика «Мои счета арестовали, моим близким угрожают расправой». Я не буду вам пересказывать суть видео, мы его не будем пересматривать. Сразу же начнем с критики и разбора. Первое. Петр начинает с истории о том, что приехав на заправку вместе с девушкой, они не смогли оплатить бензин, потому что их карты, и его, и девушки, были заблокированы решением судебного органа. С него списали абсолютно все деньги, оставив ему всего там около 30 рублей. И якобы какие-то прошлые мифические владельцы квартиры не платили. И внезапно это все вылезло именно сейчас. Если мы посмотрим Сбербанк онлайн внимательнее, то на самом деле списали не все деньги, не все мои накопления. Мне оставили 39 рублей. Как я уже вам говорил, я связывался с Петей, мы переписывались. Ну вот, например, он не показывает в ролике Сбербанк онлайн, а только лишь скриншот, что наводит меня на мысль о том, что это все фотошоп. Поэтому я его прошу вежливо прислать мне видеозапись с экрана смартфона, где бы он открыл Сбербанк онлайн и показал бы мне детали операции. Под мое честное слово, что я нигде не покажу его личные данные и переводы, Петя мне предоставляет эту запись экрана. Я слово держу, поэтому полную запись вам показать не смогу, ребят. Но смогу сказать и показать то самое незаконное списание на 206 тысяч рублей. И оно действительно было. Это подтверждаю теперь уже я, потому что запись экрана подделать практически невозможно. Но знаете, пересмотрев первый ролик Пети, я заметил одну маленькую, но очень важную несостыковку, которая просто в корне меняет все дело. В своем видео Петя демонстрирует два скриншота. Один на 205 тысяч рублей, другой на 51. Мне он в записи показал только первый, где у него списали 205 тысяч рублей. А теперь, друзья, смотрим внимательно. И, как говорится, найдите 10 отличий. Раз скриншот, два скриншот. На самом деле отличие всего одно. Это дата и время совершения операции. На видео он показывает 23 апреля 0000, а в записи экрана, который мне прислал, стоит 24 апреля 0000. А теперь анализируем ролик, Петя выгрузил на свой канал 24 апреля. В самом видео он рассказывает, что вчера приехал с девушкой на заправку и не смог расплатиться за бензин. Вчера, то есть 23 апреля. И у меня вопрос, а как он мог 23 апреля узнать о том, что у него арестован счет, если деньги списались только 24 апреля? Ну вы скажете, Сань, что ты докопался? Да это, наверное, какой-то глюк. Ну и я бы в это поверил, если бы Петя вчера не выложил бы новое видео на канал, где он демонстрирует выписку со Сбербанка. Это уже не мобильное приложение, и спихнуть все на глюк не получится. И Петя нам демонстрирует официальный, я подчеркиваю, документ Сбербанка с печатью, в котором и палит дату. И там тоже указано, что 205 тысяч списались только 24 апреля в 12.49. Теперь восстанавливаем хронологию. Как утверждает Петр, 23 апреля он с девушкой приехал на заправку. Он не смог заплатить карточкой за бензин, потому что считану якобы арестовали и списали все деньги, оставив ему только 30 рублей. Потом он приезжает домой, спит ночь, просыпается, завтракает, и вот только в 12.49 следующего дня у него происходит это списание. Ну что за бред, мать его, Петя? У тебя что, машина времени в подвале? То 24 апреля, то 23-го. Тут один скриншот, тут другой скриншот. Почему даты на одних и тех же скринах абсолютно разные? Но я в любом случае за объективность, поэтому сначала задал этот вопрос Пете. Он сначала начал уходить от ответа, что очень занят, что вот он устал всем отвечать и так далее, но чуть позже дал пояснение. Я ему пишу. Петь, ты можешь мне дать четкие и понятные ответы на оба вопроса? Я твой ответ ретранслирую в свой видос, пока лично я вижу одни несостыковки в твоих утверждениях. Петя мне пишет. После моего похода в Сбер и получения справки сместилась на сутки, видимо, я хз. Там была заморозка средств. Там были аресты, бабки своего рода были заморожены. Они так висели, потом пропали. Потом стали висеть под взысканием. В общем, я не вижу смысла в этом разбираться. Как и что? Как у меня из Сбера все пропало? Тупо ничего не показалось. Выглядит, словно я оправдываюсь. Это мне написал Петр Баталов. Я ничего не вырезал и не удалял, как и обещал. И как вам, друзья, такой ответ? Ну вот честно. Меня он, мягко говоря, поразил. И знаете, как это называется? Это называется, блядь, меня спалили. Нужно срочно начинать сливаться. Время на сутки у него сместилось. Бабки своего рода были заморожены. Что, блядь, за бред? Петя, я ни в коем случае не отрицаю, что у тебя их реально списали за долги по ЖКХ. Это факт. Я тебе даже больше скажу. Скоро еще с 26 396 рублей спишется. Исполнительное производство уже есть. Осталось только его исполнить. Только вот почему ты это не показываешь в ролике? Почему не показываешь, что в суде в Южном Бутово еще в феврале месяце ты был ответчиком по этому делу и проиграл суд? Я не могу проверить, приходил ли ты на заседание или нет, но оповестить должным образом тебя просто обязаны. И если ты не проверяешь корреспонденцию по месту регистрации, то это твои проблемы, чувак. Суд оповестил и без тебя вынес решение. Идем дальше. Вот теперь, друзья, начинается самый атомный пиздец. Петя говорит, что когда в тот день он приехал домой, через некоторое время ему позвонила девушка. Буквально через пять минут, как я сел за компьютер, мне позвонила девушка. Снова, блядь, все в слезах, просто ревящая на вдрыск. Ей скинули в WhatsApp сообщение с каким-то голосом роботизированным о том, что, ну, с угрозами. Я сейчас их выведу, поставлю. Можете послушать. На репите. Вот. И девушка просто, ну, очень сильно, еще больше запереживала. Остановите антигосударственную деятельность. В противном случае ваши потери будут не только финансовыми. Запомнили? Ей прислали в WhatsApp угрозу. Я пишу Пете и говорю. Чувак, скинь мне этот номер, я его вмиг пробью. Он мне отвечает, что это, оказывается, было не по WhatsApp. А это девушке звонили со скрытого номера, и она с другого смартфона тут же мне записала голосовое сообщение. Насчет звонка в ППХах. Она мне переслала сообщение, свою запись аудио в WhatsApp. Я подумал, что ей скинули в WhatsApp. Как я потом уже выяснил, потому что мы общались, ну, мягко говоря, в особом ритме, да? Ей звонили на телефон. Скрытый номер. Звонок есть. Я пойду отправлю, или с ней пойду, или она одна поет в полицию, и это тоже все будет. Ей скинули WhatsApp, сообщение. Я, конечно, понимаю, что Петя пиздит. Ну что за бред? Как так можно перепутать? Но, ладно, это всего лишь мои догадки. Вам-то, ребята, нужны пруфы и железобетонные доказательства. Сейчас будут. Прислушайтесь, пожалуйста, еще раз очень внимательно к этой записи. Остановите антигосударственную деятельность. В противном случае ваши потери будут не только финансовыми. Я лично слышу, что это подготовленная заранее аудиодорожка с искаженным голосом. Сама запись достаточно качественная. Но Петя же говорит, что девушке позвонили, и у нее каким-то чудом под рукой оказался второй смартфон с WhatsApp'ом, и она тут же записала ему голосовое сообщение. Друзья, давайте проведем эксперимент и восстановим хронологию событий. Представим, в вечер сидит девушка, у нее там несколько часов назад списались деньги с карты и счет арестовали, как утверждает Петр Баталов. Окей, хорошо, она сидит, переживает. Тут вдруг на ее телефон, вот на этот, например, раздается звонок со скрытого номера. Она берет, подносит к уху и понимает, что там зациклена запись робота, который говорит. Остановите антигосударственную деятельность. В противном случае ваши потери будут не только финансовыми. У нее каким-то образом волшебным, наверное, я не знаю, кто сейчас двумя телефонами ходит. Хорошо, это всего лишь я докапываюсь. У нее есть второй смартфон, она его достает, и вот прямо сейчас я вам это могу продемонстрировать. Девушка просто... Я вам сейчас прям повторю. Очень сильно. Ей звонят, и она слышит по громкой связи. Остановите антигосударственную деятельность. Вот это она слышит по громкой связи. Берет ватсап. Ваши потери будут не только финансовыми. Остановите антигосударственную деятельность. В противном случае ваши потери будут не только финансовыми. Ты слышал, любимый? Это что такое? Нам пиздец. А теперь, друзья, внимательно слушаем разницу в качестве аудио. Остановите антигосударственную деятельность. В противном случае ваши потери будут не только финансовыми. Если бы его девушка реально таким образом записала звонок с угрозами, то она ни при каких условиях такого отменного качества звучания никогда бы не добилась. Потому что это голосовые сообщения ватсапа, я еще молчу про посторонние шумы во время записи. Если бы это была реальность, то скорее всего это выглядело примерно так. Ой, любимый, слушай, смотри, что мне тут говорят по звонку, вот послушай, слышал, пиздец. Но это все равно, друзья, не доказательство. Я написал Пете свою претензию и попросил его прислать мне оригинал этой записи робота. Тут он начал меня сливать, типа у него дела, куча вопросов, просто голова разрывается от того, что все это происходит. Но зато прислал мне некий скриншот, где якобы девушке звонит этот скрытый номер. Скрытый номер звонил ей в 20.25, 23 апреля. Напомню, что все это происходит до того, как списались деньги. Их списали только 24-го. Так вот, если ей звонили в 20.25 с угрозами и она тут же ринулась записывать тебе голосовое, какое должно быть время отправки голосового сообщения ватсапе? Правильно, примерное время того скрытого звонка. Но, блядь, в ролике Пете демонстрирует, что сообщение от девушки ему пришло 19.32 на час раньше, чем позвонил тот скрытый номер, сука. 19.32, 23 апреля. Я это все замечаю, теперь уже на 100% понимаю, что это все жалкая постанова, чтобы тупо набрать подписчиков и наебать аудиторию. Но все равно даю Пете последний шанс и прошу его пояснить, что за бред вот с этим временем и качеством звучания. По поводу звонка он пишет, так, был звонок со скрытого, я тебе кидал номер, ну точнее скрин. Она взяла второй телефон, записала звук, там был тупо репит, отправила мне, ну собственно ничего нового. Мне в ватсапе. Я ему пишу, звонок был в 20 вечера, а голосовые отправила тебе в 19 часов. То есть час назад, это так? Нет, это мой скрин видео, я сам себе пересылал, чтобы порезать звук. Там больше он, часть вырезал и скинул, ну точнее я же делал визуализацию прослушивания, я вообще все файлы снял быстро и кинул монтажеру. Чтобы он красиво все оформил. Мне было как-то не до этого, то есть до ебки, типа как он делал монтаж в такой ситуации, лол, я просто файлы отправил и все. Я ему пишу. То есть это визуализация? Это не запись экрана? В монтажной программе, я думаю. Я не знаю, мне не до этого, честно. Какая нахуй визуализация прослушивания? Чего, блять? Ты че мне хочешь сказать, что ты отдельно монтажеру заказал, чтобы тот в графическом редакторе повторил визуализацию прослушивания дорожки в ватсапе? Че нахуй? Все, я на этом просто закончился. И честно вам, друзья, признаюсь, что до последнего терпел это и давал шанс Пете все объяснить. Сначала это он делал монтаж, через 10 секунд, без преувеличения, уже визуализация. Еще, сука, через 10 секунд он вообще не знает, что и как, просто монтажера попросил. И дальше резко переходит к тому, ну, как бы деньги-то все равно надо как-то возвращать. Саня, вот тут ситуация такая. Я думаю, что следующее его утверждение с запиской на дверях с угрозами вообще нет никакого смысла обсуждать и разбирать. Потому что, ну, это вообще еще более абсурд. Даже хуже звонка со скрытого номера. Я в жизни не поверю, что государство будет такими способами влиять на типа политического блогера, к тому же, у которого 200 тысяч подписчиков. Будет она рассылать записочки и угрозы по WhatsApp. Блин, это такой бред. Если это видео станет последним на этом канале, то обязательно боритесь. Какие угрозы по телефону? Какие записочки? Кто в это говно поверит? Да нет, друзья, поверили. Более 100 тысяч лайков, более 30 тысяч комментариев на момент записи моего ролика и огромнейший прирост аудитории буквально за пару дней. Просто, блядь, красавчик. Обязательно боритесь. Я вынужден всех вас разочаровать. Судя по всему, ребят, вас обманули. По крайней мере, это в любом случае мое личное мнение и мой вывод после детального изучения всех фактов и переписки с Петей. Из всего этого, я думаю, правда, только списание денег. Да, они действительно были и еще будут. Я уверен, что Петя в курсе о том, что давным-давно были эти решения суда и сейчас по нему готовятся исполнительные производства. Это же абсолютно открытая информация. Но, блядь, как связаны суды по ЖКХ и Путин, который купил Сбербанк, чтобы давить на политических блогеров? Нахуй вы, полуоппозиционеры, раскачиваете лодку и так, сука, в нелегкое для России время. Петь, в первом ролике ты в конце чуть ли не плачешь от того, что твоим родственникам угрожаешь, что ты теперь вообще боишься прийти в свою собственную квартиру? Что это, в принципе, возможно, твое последнее видео? Моя жизнь, она в ваших руках. Пожалуйста, напишите всем блогерам, кого только знаете, что Петра Баталова проблема. Хайпануть получилось, подписчики пошли в горы и тут же мы записываем видео, что уже я готов бороться со Сбербанком и идти до самого конца. Я подумал и решил, нет, я собираюсь пойти до конца, выжигая напалном. Прошло меньше двух дней, а твой настрой и твоя реакция так сильно отличаются. Почему так? Что угрозы родственникам резко закончились. Позавчера ты даже боялся в свою собственную квартиру возвращаться, поэтому остался якобы переночевать у друга. Но я уверен, что это твоя же квартира просто снимал в другом месте. А сегодня ты уже сидишь дома в своей домашней студии и как истинный блогер-оппозиционер, вдохновившись поддержкой масс, наебал кучу народу и теперь ты идешь до конца. Ну просто пиздец. И я в шоке, что происходит с Ютубом, ребят. Я сегодня очень плохо спал практически. Ну я не знаю, спал ли вообще в принципе. Потому что я не знаю, я не знаю, что будет, когда я вернусь к себе домой. Они подруждают ли меня там определенные бравые ребята. Я подумал и решил, нет, я собираюсь пойти до конца, выжигая напалмом. Еще в большем шоке я от того, что мои подписчики в это говно поверили и просто закидали меня сообщениями с просьбой помочь Петру Баталову. Я выполнил вашу просьбу, друзья. Я помог Петя разобраться в ситуации. Ну а теперь вы, пожалуйста, выполните мою просьбу. Зарепостите этот ролик, сука, абсолютно везде. Раскидайте всем блогерам, раскидайте всем друзьям. Выложите его в инстаграм-сторис, вконтакте, куда угодно. Я убежден, что так поступать, то есть хайпить на угрозах жизни родственникам, ну это петушиный поступок. И кстати, если ты, Петь, будешь записывать какую-то ответку, то, пожалуйста, разбери каждый мой тезис. Не тот, который тебе будет более-менее удобен, а прям каждый. Но, друзья, я думаю, что тут нечего разбирать. Петя сам своими же скриншотами и сообщениями подтвердил то, что всю эту историю он просто-напросто выдумал. Видимо, скучно ему сидеть на карантине. На этом у меня все, друзья. Огромное спасибо за просмотр. Всем пока.